А наши девушки, да, девушки, еще, на всякий вкус, стройные, полные, белые, а главное мужья, берешь все, слых! Можно ли воспитать для себя идеальную жену, и как потом пробудить в ней заимные чувства и избавиться от соперника? В этой непростой истории непременно должна победить любовь. Это не крышесносная комедия, где друг другу наступают на ноги и произносят какие-то нехорошие слова. Это очень интеллигентная, легкая, взрослая комедия, очень точная и очень аккуратная. Режиссер для постановки этого спектакля приехал из Севастополя. В Курске оказался впервые, но с труппой давно знаком по театральным фестивалям. Я так трепетно отношусь к такому материалу, к таким авторам. Все-таки 400 лет со дня рождения будет в следующем году Джану Батистову Мольеру. Его мудрость, его остроумие, на этом вообще строилась вся драматургия мировая, поэтому это основа основ. Прошлый театральный сезон был настоящим испытанием. Коронавирус создавал препятствия. В этом пандемия тоже успела повлиять. Часть премьер пришлось на время отложить. В этом году уже больше не будет премьер, будет только в следующем году. Все будет нормально, как обычно поставим пять спектаклей. Уже известный режиссер Сорокин будет ставить спектакль, будет ставить спектакль наша актриса Елена Гордеева, будет ставить спектакль наш актер Александр Шваченов, буду ставить спектакль я. Ближайшая премьера планируется к 8 марта. Худрук Юрий Буре ставит романтичный спектакль «В ночь лунного затмения». Ангелина Рязанцева, Семен Ковтанюк, События дня.